Конференция ОБСЕ, которая проходит в эти дни в столице Польши, Варшаве, стала крупнейшей по числу стран-участниц за последние 20 лет. 57 международных делегаций обсудят проблемы соблюдения прав и свобод человека. Особое внимание будет уделено свободе религий, политическим выборам, свободе собраний и объединений. В первый же день работы саммита эксперты делают выводы. Движения в сторону демократии и прав человека в странах Центральной Азии есть, но очень медленные. Я соглашусь с тем, что это движение медленное и что оно очень часто формальное, в этом смысле вы правы, и что оно только на словах, а не на деле. И это, видимо, проблема переходного общества, это, видимо, проблема того, что органы власти подходят к этому как формальная проблема. Формально, видимо, закрывают СМИ, интернет-сайты в Казахстане. Например, газета «Ашикалан-Трибуна». На днях это печатное СМИ приостановило деятельность сроком на три месяца. Не само по себе, конечно, а по решению суда. Вердикт – нарушение казахстанского законодательства о средствах массовой информации. Поводом к столь суровому приговору стало нарушение периодичности выхода газеты в свет. Еще один пример – издание «Правдивая газета». Журналистов начали преследовать всего лишь за неверно указанный тираж. Я не могу вспомнить случай, когда примерно за такие же факты приостанавливали выход провластных газет. А нас после пяти недель вдруг обвиняют в том, что мы якобы не принесли какую-то уведомительную бумажку. Хотя мы через газету уведомили наших читателей. И это наводит на мысль о политическом заказе. По всей видимости, такими нестандартными способами в Казахстане решили бороться с неугодными оппозиционными СМИ. Вот что говорят по этому поводу участники конференции ОБСЕ, где в день открытия говорили как раз о свободе слова. Мне кажется, что власти могли бы уже убедиться в том, что это абсолютно непродуктивная политика, которая не дает никаких желаемых власти результатов, которая наносит ущерб и престижам Казахстана как демократического государства. И безусловно наносит ущерб свободе средств. У нас, к сожалению, чиновники не обременны пока, не отягощены этим знанием, что нужно развивать медийное пространство и делать медийное пространство независимым, развивать его пока у них такого понимания нет. На конференции ОБСЕ представители некоторых европейских стран и Америки заявили, что намерены всячески содействовать развитию демократических свобод в азиатских странах. Однако конкретных предложений участники так и не услышали. Американцы говорили о том, что они продолжают стараться поддержать гражданское общество, поддержать через создание разных сетей, через какие-то проекты. Но, естественно, это все делается во благо прав человека в наших странах. Официальная делегация Казахстана, несомненно, поддерживает проблемы, которые будут обсуждаться на конференции, в частности, в сфере свободы слова и прав человека. Однако, по мнению экспертов, в Казахстане скорых послаблений журналистам ждать не приходится. Правозащитник и журналист Александр Харламов уже больше полугода сидит в следственном изоляторе, ожидая приговора по статье «Разжигание межрелигиозной розни». Прокурор требует посадить Харламова на 4 года. Супруга подсудимого уверена – муж невиновен. Он всего лишь помогал людям добиться правды. За нее же и пострадал. Он освещает, вот пройдет суд, люди обращаются. Он не то, что там пишет, что ему этот неприятен человек или этот неприятен. Люди приходят, обращаются, приносят документы. И он по этим документам, уже прошедший суд, он пишет статьи. Уголовное дело Харламова отправлено на дополнительное расследование. Сколько еще предстоит провести журналисту в СИЗО, неизвестно. Между тем, на конференции ОБСЕ официальная делегация Казахстана должна зачитать доклад о свободе слова и правах человека. Пока же делегаты успели выступить только по теме межрелигиозных отношений. В Казахстане нет межрелигиозных войн и розни. Является самым красноречивым показателем того, что в Казахстане нет никакой дискриминации на религиозной почве. На специальных сессиях Варшавской конференции ОБСЕ участники обсудят целый ряд вопросов, касающихся демократических свобод. В том числе заслушают доклады о борьбе с преступлениями на расовой и конфессиональной почве. Ярослав Ярославцев, телеканал 1612.